В неупорных констратах золото свободно и легко извлекается классическими методами, будь то ционирование, иногда даже достаточно крупное золото можно извлечь гравитацией. В случае же упорных констратов золото настолько мелкое и так тесно ассоциировано с сульфидными минералами, что оно не может быть извлечено без разложения сульфидных минералов. Золото может быть либо в форме тонко вкрапленных металлических золотых частиц в минералах, например, перите или арсеноперите, либо в крайней такой форме вкрапления золота, когда золото находится в виде твердого раствора внутри сульфидных минералов. Такое золото еще называется окисленное, извлечь его уже без разрушения минеральной матрицы не представляется возможным. А вторичная упорность констратов, то, что называется родами двойной упорности, определяет присутствие углестого вещества в материале. Углистое вещество, как до меня уже говорили, способно сорбировать золото-хворидные комплексы, золото-цанистые комплексы, которые образуются. И поэтому при дальнейшем это золото не извлекается, и это все приводит к снижению извлечения золота в технологии целиком. В научно-исследовательском центре гидрометаллургии мы достаточно долго исследовали вопрос автоклавного окисления констратов двойной упорности. Месторождение Маумыр. Данные констраты являются классическими представителями констратов двойной упорности. Содержание органического углерода от 0,3 до 2% и с содержанием золота где-то 25-30 грамм на тонну. И очень высоким содержанием сульфидных минералов от 50 до 70%. При этом золото, всего лишь 10% золота находится в свободном виде, и из исходного материала может извлечено быть только 10% путем прямого ционирования. Около 5% золота находится в вкрапленном состоянии, и порядка 85% золота в материале содержащегося находится в форме твердого раствора, ну, в окисленном состоянии. Хорошо. Золото сильно снижалось при увеличении содержания органического углерода. Еще сильнее, еще драматичнее извлечение падало в случае повышения констрации хлорид иона в растворе. Видно, что извлечение просто снижается на десятки процентов при увеличении констрации хлорид иона до 15-20 миллиграмм в литре. Это все объясняется именно растворением и растворением золота в процессе автоклавного окисления и образования золотохлоридных комплексов, которые сорбируются на природном углестном веществе и в дальнейшем не извлекаются при ционировании автоклавного остатка. Соответственно, на основании такой теории были, ну, известны, в общем-то, уже и промышленности, зарекомендовали себя классические методы повышения извлечения золота. Во-первых, стоит тщательно обращать внимание на то, какую воду используют в процессе автоклавного окисления. То есть рекомендуется использовать воду с минимальным содержанием хлорид ионов в воде и также рекомендуется проводить предварительную отмывку констрата от водорастворимых хлоридов. Следующий метод – это как можно сильнее очистить материал, поступающий на автоклавное окисление от органического углерода. Этого можно добиться путем проведения специальной угольной флотации, которая позволяет делить угольную фракцию. И уже при последующей сульфидной флотации концентрация содержит меньше углерода и, соответственно, извлечение золота выше. Также классическим методом повышения извлечения является оптимизация параметров автоклавного окисления, таких как температура, давление, расход кислорода и продолжительность автоклавного окисления. Все эти методы были применены при разработке технологической схемы. Здесь приведена такая упрощенная схема. В нее была добавлена угольная флотация, которая позволила снизить содержание органического углерода в материале до 0,4-0,5%. Также схема предполагает использование свежей воды с содержанием хлоритоона порядка 2 мг в литре. Это позволяет надеяться на то, что в процессе автоклавного окисления концентрация хлоритоона не превысит 5, может 7 мг в литре. И будет обеспечено максимальное извлечение по данной технологии. Сквозное извлечение при этом, несмотря на все ухищрения, составляет всего лишь 80% от труды до продукта. Что, тем не менее, остается достаточно низким показателем. При этом стоит помнить, что качество свежей воды колеблется со временем. И может также колебаться и содержание хлоритоона в исходном констрате и углестовичца. Соответственно, большими рисками данная технология обладает с точки зрения извлечения золота. В низгидрометаллургии проводились дополнительные исследования, как же можно решить проблему хлоридно-углестых потерь другими методами, не классическими, не традиционными, так сказать. Одним из таких методов стала добавка серебра в процессе автоклавного окисления. Оказалось, что добавка серебра в достаточном количестве позволяет снизить активность хлоритоона в растворе автоклавного окисления и повысить извлечение золота. Однако для концентрата маломыр необходимая дозировка серебра составляет порядка 300 грамм серебра на тонну концентрата. При этом расходе извлечение золота может быть повышено даже в случае, когда при минимальной концентрации хлоритоона в растворе, то есть при 3 мг в литре, извлечение может быть повышено на 4%. То есть даже при таких низких концентрациях хлоритоона извлечение повышается при добавке серебра. То есть даже при таких концентрациях происходит растворение и потери золота. При более высоких концентрациях хлоритоона, как я говорил, базовое извлечение очень низкое. Добавка же серебра позволяет значительно его повысить и полностью нивелировать негативные действия хлорида. С технологической точки зрения известно, что золотые руды и получаемые констраты часто содержат также и серебро. Соответственно, это серебро проходит через автоклавную технологию и может быть извлечено в процессе сорбционного ционирования. Соответственно, можно надеяться, что это серебро можно использовать для организации оборота и накопления серебра в рецикле до достаточного уровня для повышения извлечения именно золота. Но, к сожалению, в материале маломыш собственного серебра недостаточно. Там содержание серебра порядка 10 грамм на тонну всего лишь. И только серебра из констрата маломыр недостаточно. Поэтому можно, как вариант, предложить рассмотреть возможность переработки совместной маломыра с другим материалом, который содержит более высокое содержание серебра и, соответственно, позволит накопить в обороте серебро до достаточного уровня. Сквозное извлечение золота может быть повышено порядка до 83-84% в случае применения такой схемы. Более сильный эффект на извлечение золота оказалось, что оказывает добавка ртути в процесс автоклавного окисления. Оказалось, что добавка ртути даже порядка 0,5 миллиграмм на литр автоклавного раствора или порядка 3 грамм всего лишь ртути на тонну материала позволяет повысить извлечение при высокой концентрации хлоритоона позволяет повысить извлечение на 10%. При расходе ртути порядка 30 грамм на тонну извлечение повышается на 15% в случае высоких концентраций хлоритоона и порядка на 4-5% в случае низких концентраций хлорида. Таким образом, аналогичные тесты были проведены на различных материалах с содержанием органического углерода от 0,5 до 1,7%. На всех было получено очень высокие извлечения, даже несмотря на высокие содержания хлоритоона в растворе. В данном случае только одна гипотеза выдерживает критику. Очевидно, что ртуть действует именно на углистое вещество. То есть в процессе автоклавного окисления уже ртуть сорбируется на углистое вещество и при этом занимается опционной активностью и не дает уже сорбироваться на углистое вещество золото, которое растворяется в процессе автоклавного окисления. Если с технологической точки зрения рассмотреть, то также известно, что многие материалы, золотосульфидные материалы содержат также и ртуть. Такие месторождения есть и в России. И в принципе, по опыту работы американских предприятий, известно, что ртуть, как побочный продукт в автоклавной переработке, образуется уже после электролиза, они отгоняют металлическую ртуть в специальной реторте. Принципиально эта ртуть может быть использована для возвращения в процесс и повышения извлечения золота при переработке констратов двойной упорности, то есть при переработке углистых материалов. Потенциально сквозное извлечение золота при этом может быть повышено вплоть до 85%, но это в случае материалов маломыр. Ну и в заключении, что можно отметить, что извлечение золота из констратов двойной упорности может быть повышено путем добавки серебра или ртути в процесс автоклавного окисления. Также можно надеяться на существенный прирост извлечения при совместной переработке двух материалов, один из которых содержит серебро или ртуть, то есть при комплексной переработке на одном хабе нескольких материалов можно создать такую схему, когда констрат двойной упорности будет перерабатываться более эффективно. Также, ну, это уже понятно, что возможно организовать рецикл серебра и ртути и, соответственно, обеспечить более эффективное их использование в технологии. У меня все. Спасибо. 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 Спасибо.